И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Это последняя серия в этом году наших путешествий в бескрайнем и бесконечном космосе в бесконечной вселенной. Перед началом видео хочу обязательно сказать вам, друзья, будьте счастливы в новом году, с наступающим вас всех. Всего вам самого хорошего, новых открытий, новых путешествий, удачи, успехов и самое главное здоровья. Вот. Ну что же, ну а мы начинаем наше новое путешествие. Как я вам и говорил, что наше путешествие будет сегодня незабываемым. А именно тем, оно будет незабываемо, то что мы с вами побываем в системе Гаргантюа из фильма Интерстеллар. Кто смотрел этот фильм, обязательно к просмотру. Вот прямо после просмотра этого ролика, даже если ты его смотрел, еще раз, ты его включаешь и смотришь. Посмотри. Вот она, та самая известная черная дыра. А вот это наш корабль Эндоранс, на котором астронавты с планеты Земля... Каким? Ну, как правильно сказать? Коим образом переместились через червоточину. Вот, кстати, червоточина, обратите внимание. Такая же червоточина, еще ее называли Кротовая Нора. Она образовалась рядом с Сатурном. То есть, с чего все началось. В 2067 году, по-моему, по сюжету фильма, началась гибель Земли. Нашей планеты, да. Огромные пыльные бури и, блин, начинался неурожай. Жизнь была невозможна и человечеству нужно было найти какой-то дом. И, в принципе, каким-то образом, ну, возможно, инопланетяне оставили вот это вот образование червоточину где-то, по-моему, через 47 лет. Либо в течение отчисления 2067 год, отчисления минус 47 лет. И ученые только заметили эту червоточину, они стали ее изучать, и они поняли, что через эту червоточину можно пробраться в другую, на другую галактику и найти какую-нибудь планету с жизнью. Короче, много туфтологии, много рассуждаю. Давайте, в общем, рассмотрим с вами то, что здесь и есть. Такс, наша червоточина, отправляемся в путешествие. Посмотри, корабль сделан просто превосходно, да. Все очертания, физика, все полностью модель, как в фильме. Это грандиозно. Конечно, я могу сейчас его попробовать запустить. Такс. Не зря я выбрал, наверное, все-таки вот эту музыкальную тему из Universe Sandbox 2, потому что она восхитительна. Прямо-таки под эту серию атмосферно накладывается. Такс. Давай немножко наберем обороты. Прибавим скорости. И посмотри, вот она, черная дыра. Она просто выглядит великолепно. Даже сейчас мы давайте запустим время и посмотрим на ее движение. Посмотри, аккреционный диск, просто великолепен. Движение. Такс. Я немножко развернусь. Не знаю, насколько будет эта длинная серия, но попробуем максимально все рассмотреть здесь. Я попробую максимально вам объяснить, рассказать. Пролетим даже, кстати, на корабле. На тех кораблях, на которых астронавты пробовали... Вернее, даже не пробовали, а спускались на планеты. Так, что-то у меня подлагало. Нет, вроде бы все хорошо. Так, ну что же, наверное, приступаем к самому вкусненькому. Черная дыра. Гаргантюа. Ааа, ближайшие звезды у меня почему-то берутся. Такс. Вот она. Система Гаргантюа. Число планет 9. И самое интересное. У нас есть здесь... Так. Звезда Пан... Пану... Панурге. А, по-моему, она называлась Панугре, нет? Красный карлик. Возле которой у нас также есть... А, вот она, да! Панурге. Ну, по-моему, Панугре. И вот, смотри. Планеты Миллер... Пантагру... Так, нейтронная звезда Пантагруэль. Планета Миллер... Ман. И есть еще вот такая нейтронная звезда. Здесь есть планета Эдмонд. Ну, к Эдмонду мы, наверное, вернемся в самый... В самый последний момент. В самом конце видео. С чего стоит начать? Наверное, с того, что нам нужно приземлиться на планету Миллер. Холодная океаническая супераквария. Первое свое путешествие астронавты сделали на вот этой планете. Планета Океан. Которую постоянно растягивает и сжимает... Проливные силы Гаргантюа сжимают и растягивают планету. Скажу так, что, если я не ошибаюсь, один час, либо семь минут длятся... Подожди, орбитальный период. Семь суток. Один час или семь минут на этой планете проходят как семь лет. То есть, если мы будем находиться на этой планете... Давайте сейчас мы на паузу поставим. Если мы будем находиться на этой планете в течение семи минут... То на планете Земля уже пройдет семь лет. Ох, у меня даже немножко подлагивает. Посмотри, вот она. Черная дыра Гаргантюа. Стой. Куда-нибудь подальше. Можно, в принципе, наверное... Так, я не хочу опускаться на самое дно. Там... Вот так. Можно запустить, в принципе, время. И посмотрим на движение Гаргантюа. Все засвечено, все очень ярко. Планета Миллер. Вот почему такие огромные волны на ней. Помните, когда астронапты спустились? И потом их накрыло огромной волной. Просто огромное цунами. Это из-за больших приливных и отливных... То есть, из-за больших приливов и отливов, действующих от черной дыры. Потому что планета то сжимает, то растягивает. Поэтому образуются такие громадные волны. Так-с... Давайте улетим с ее поверхности. Можно, в принципе... Сейчас мы... Вот так вот. И рассмотрим. Посмотрим на вращение. Можно чуть ускорить время. Вот, блин, почему, когда я начинаю что-то снимать, кто-то из ребят начинает заходить в Steam и все прочее. Посмотри, она прямо проходит по аккреционному диску. Ого. Ох, как жаль, почему я сейчас не был прямо на поверхности. Это было бы здорово. Так, ну что же, давайте приступим, наверное, к следующей, короче говоря, планете. Опустимся на вторую планету. Это... Так. Это планета Ман. Планета Ман. Так. Замерзший кусок льда. Планета Ман. Сейчас, подожди-ка. На более темную сторону переместимся. Ох. Еще помедленнее скорость, пожалуйста. Вот так. Отлично. Планета Ман. Замерзшая ледяная планета. Облака которой состоят из двуокиси. Углерода. Сухого льда. Но при приближении планеты к аккреционному диску Гаргантюа, они начинают нагреваться, и все это превращается в пар. То есть на поверхности намного теплее, и тот лед, который находится там, это замерзшая вода. Да, это замерзший H2O. Ох, с какими тормозами у меня сейчас это все работает. Боже. Так. Почему это происходит? Мы на поверхности. Ждем прорисовки. Ледяная планета. То есть, по-моему, я помню по фильму, когда астронавты спускались на эту планету, они своим кораблем, своим аппаратом задели эти облака, и прямо, знаете, такие огромные куски льда повалились. Да, но, в принципе, если вглядеться в облака, действительно похоже, как будто застывшие ледышки такие, знаете. Удивительно. Так, ну-ка, знаете, что я хочу посмотреть? Так, отсюда видно Гаргантюа. По-моему, я видел где-то. Сейчас, подожди, подожди. Блин, да что такие тормоза? Почему, откуда такие лаги у меня? Гаргантюа. Вот это вот Гаргантюа. Стой. Посмотрим в поиске. Нет, это не то. Совсем не то, что мне нужно. По-моему, да. Оно просто засвечено, и из облаков его не видно. Ну-ка, подожди, давай-ка над поверхностью. Да, его просто не видно над... на поверхности этой планеты. Я хотел посмотреть на шикарный вид. Ну что же, давайте попробуем пролететь над этой планетой. Представим, что мы те самые астронавты. Представим себя Джосефом Купером. Который спускается на эту планету. Ну что же, вот мы и над поверхностью планеты Ман. Корабль достаточно тоже хорошо проработан. Модель. Посмотри. Все точно, как в фильме. Конечно, управлять им, ну, скажу честно, немного невозможно. Если приглядеться, его уводят в сторону. Да, блин. Ну что же, когда же поправят нам корабли? Боже, ну ладно, суть не в этом. Так, немного ускорим. Запустим двигатели чуть быстрее. Эх, спуститься бы пониже. Джозеф Купер летит на поверхность Ман. Я сейчас себя представляю астронавтом, который спускается на поверхность планеты Ман. Здорово. Великолепно. Добро пожаловать на поверхность. Мы вместе с Джозефом Купером смотрим на дальние горизонты планеты Ман. Смотрим на замерзшие облака. И это, ну, я не знаю, как это выразить. Это действительно очень круто. Джозеф Купер. Ты, блин, мне загораживаешь весь обзор. Я представляю первого астронавта, который стоит на планете Марс. Да. Посмотри, вот, кстати, наш рейнджер, на котором мы спустились. Давайте посмотрим в округе. Слушай, Купер, а может ты откроешь шлем и посмотрим твое лицо? Нет, он слишком довольный. И завораженный всеми этими видами, которые мы видим на этой планете. Четко стоит. Это здорово. Обычно все мои астронавты почему-то проваливаются сквозь планету. Все-таки пролагивание немножко есть. Да, изменяется вот эта вот цветовая корректировка. Но это, наверное, все-таки связано как-то больше с модами. Ну что же, мы опустились на планету, на которой невозможна жизнь. Мы бы не смогли здесь обустроиться и дать человечеству новое вдохновение. Да, это была тяжелая посадка. Бергантюа отсюда, к сожалению, да, не видно. Я не понимаю, что вон там на горизонте. Это нейтронная звезда? Вроде бы как да. Ну что же, я думаю, нужно улетать отсюда. Делаем новое путешествие. Следующая планета. Добро пожаловать на планету Эдмонд. Единственная планета, на которой по поискам астронавтов в фильме Интерстеллар была пригодна для человечества. Да, она похожа отсюда, на планету Земля. Но, скажу честно, немножко холодновато. Но человечеству они дали новый глоток. Давайте посмотрим на эту планету. Прохладная, пустынная, простите, прохладная озерная Супертерра. Здесь есть все для жизни. Вода, кислород, аргон. Атмосферное давление чуть повышено 1,38. Парниковый эффект 143 градуса. Так, диаметр 18 тысяч километров. Неплохо. И мы стоим на поверхности планеты Эдмонд. Я представляю, что человечество сделало первый шаг на планету Марс. Джозеф Купер стоит и всматривается в ее горизонты. Нет, модель все-таки астронавта проработана очень здорово. Я остановил время, дабы он у нас не трясся, как сумасшедший. А вот наша Гаргантюа. Отсюда она безумно смотрится. Это фантастично. Меня прямо это завораживает. Так, это у нас что? Это у нас планеты Миллер и Ман? Или это нейтронная звезда? Вокруг которой Эдмонд у нас вращается. Немножко непонятно. Давайте запустим время. Ускорим. И посмотрим на все это великолепие, на движение Гаргантюа по небосводу планеты Эдмонд. Купер, ты так же заворажен, как и я сейчас? Давайте встанем рядом с ним. Ох, это здорово. Так, ты мне мешаешь, загораживай шлемом. Давайте ускорим нам, наверное, немножко время. И посмотрим на заход Гаргантюа за горизонт. Так. Наступает ночь. Гаргантюа за горизонтом. А, вот, вот она, нейтронная звезда. Хорошо, я понял. Опять подлагивание. Это, наверное, все-таки мода. Ох, нам открываются еще одни невероятные фантастические виды. Посмотри. У нас северное сияние. Здорово. Это классно. Посмотри на горизонты. Купер, мне показалось, Купер провалился сквозь поверхность. А это восход Гаргантюа. Да, это очень классно. Представляете, когда человечество спустилось на планету Эдмонд, все-таки им удалось здесь развить жизнь. Какие виды им представятся? Это просто невероятно. Давайте замедлим чуть время. Так. Купер доволен. Купер очень доволен, честно скажу. Так, как и я. Ну что же, друзья, наверное, на этом я закончу свою серию. Всем, кому понравилось, обязательно ставим пальчик вверх, подписываемся на канал, жмем колокольчик, дабы не пропускать наших новых путешествий в новом грядущем 2021 году. Всем новых путешествий, новых открытий. И помните, что космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Всех еще раз с наступающим Новым Годом. Всем удачи, всем пока-пока.